Так, мы в прошлый раз начали говорить о индуцированных фазовых переходах магнитной. Но я еще раз напомню, так что у вас как-то в голове отложилась терминология, все-таки мы занимаемся таким описательным видением магнетизма, терминология. Для феромагнетиков вообще процесс намагничивания магнитного поля достаточно простой. Хотя некоторые проблемы возникают, когда начинаем учить рудоверную структуру. Об этом ниже скажу. А вот для антиферромагнетиков, особенно не в линерных антиферромагнетиков, а там, конечно, намагничивание, то есть изменение магнитного структура магнитного поля, оно часто сопряжено с фазовым переходом. Ну и вот еще раз повторяю, что если я смотрю простейший, то подрешет, что антиферромагнетик, и буду рассматривать либо продольное, навагничивание, то есть вдоль вектора антиферромагнита, вдоль направления магнита и моментов подрешеток. В этом случае я столкнусь с несколькими фазовыми переходами. Это, во-первых, спин-флоп-переход, спин-флоп-переход, то есть переход в состояние, первое, что у меня будет, в состоянии, в котором у меня подрешетки выстроятся при пенникулярных полях, ну и возникнет скос подрешеток, то есть появится навагниченность как. Вот этот вот спин-флоп-переход, спин-флоп, 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 спин-флоп-переход. Ясно, что на самом деле, вот этот спин-флоп-переход, тоже у него в вас есть особенности, ну представьте себе, что у вас нет анистропии никакой, и вот это вот направление вектора антиферрометизма может, вектора антиферрометизма может принимать совершенно любые направления, ну например, в кубическом антиферрометике. Ну тогда у вас ясно, что в скором угодно малом поле все моменты, вернее, эти моменты встанут в перминегулярные направления, и величина вот этого поля спин-флоп-перехода, аж-эст-ф, обозначает часто, аж-эст-ф или аж-флоп, будет очень маленькая, ну в пределе нулевой анистропии, это поле нулевое равно, но тем не менее всегда есть обычная анистропия, а анистропия что? Она держит эти моменты во определенном направлении, в направлении легкой оси, или оси легкого, обогнеченной, или просто говорят обогнеченной в легком направлении, вот, и конечно, это направление выгодно для анистропии, и когда у вас происходит спин-флоп-переход, вы конкурируете, конкурируете с анистропией, вы преодолеваете энергию анистропии, поэтому понятно, что величина вот этого спин-флоп-перехода будет увеличен порядка, так называемая поле анистропии, поле анистропии, но что же такое поле анистропии? но это фактически поле энергия которого сравнивается с энергией анистропии. Поле анистропии. H-нистропии. H-нистропии. И вот в поле H-нистропии произойдет спин-флот-переход. Я слышу, что в этом случае уже к концу спин-флот-перехода у вас еще подрешенки будут уже скошены немножко. То есть появится уже какой-то суммарный магнит-будамент. И вы это все увидите на первой намагничивании. Клевая намагничивание будет выглядеть таким образом. Скажу, у вас плавный, предположим, спин-флот-переход идет. Ну а затем, когда у вас спин-флот-переход заканчивается, у вас происходит скошение дешевых, намагничивание растет резко. До какой-то величины, которая соответствует полю, ну вот, значит, спин-флот, скажем, давайте условно, как где-то вот здесь, предположим, обозначим H-SF. Ну я обозначу так, H-SF-1, а это H-SF-2. Спин-флот и спин-флип-переход. Значит, здесь у вас, вот в этой области подрешетки, ну, давайте так точно сделаем. Вначале до H-SF у вас будет угловая фаза, угловая фаза. Здесь у вас фаза скошенная, то есть у вас уже вектор антикорпетитов перегулярен в поле. Ну а выше H-SF-2 спин-флип-переход. Значит, это поле спин-флип-перехода. Спин-флип. Спин-флип-переход. У вас уже подрешетки смотрят в одну сторону, то есть вы перешли в фермо-биндуцированное поле фермо-биндное состояние. Индуцированное поле фермо-биндное состояние. На самом деле, эта картинка, конечно, она такая классическая. Ситуация реальная может выглядеть сложнее. Во-первых, квантовые эффекты начнут проявляться. Вот о квантовых эффектах магнитной анистропии. На самом деле, мы с вами эту ситуацию на лекциях по квантовой механике рассматривали. Я вам напомню. Ну, представьте себе, что вы рассматриваете спин-единичка. Давайте посмотрим, как в магнитном поле спин-единичка ведет себя. Если у вас гамильтониан для спин-единичка, спиновый, представляется в виде ДСЗ в квадрате. Вот мы, кстати, на практике вчера говорили. Минус геномагнитное отношение, гамма-С на-H. Давайте поле вдоль СЗ направлено, значит, будет СЗ на-H. Вот гамильтониан. Анистропия, однорослое, так, и поле. И вы представьте себе, что вы намагничаете в трудном направлении. Что это означает? Это означает, что без поля... Опа, вот, нарисуем так. Значит, у вас был уровень без анистропии, без поля, D равно нулю, H равно нулю, скажем так. Затем, когда D отлично от нуля, ну причем я возьму D больше нуля, D больше нуля, тогда у вас картинка так будет выглядеть. Энергетический спектр, то есть собственные значения гамильтониана, D, S, это квадрат, они очень простые. Одно собственное значение 0, а второе собственное значение другом, не выраженное, D равно. Вот как выглядит картинка. Это квантовый результат. С точки зрения классики, что это означает? Это означает, что у вас магнитные моменты, вот в этом состоянии у вас S, ну или проекция магнитного момента плюс-минус один в этом состоянии, то есть тогда у вас энергия равна D. Это, кажется, энергия нестеропии будет. А здесь M равно нулю, это состояние. С точки зрения классики, здесь вот очень важный момент, потому что, когда мы эти вот стрелки рисуем, да, это классические представления, конечно, в квадратном случае вот эти два состояния легко проинтерпретировать. Это действительно стрелка вверх, стрелка вниз. А как проинтерпретировать состояние в равном нулю? Ну, классический магнитчик скажет, что в этом состоянии у вас магнитный момент перпендикулярен на S, ну, а к нему всегда можно вопрос такой бросить, ему можно бросить вопрос, а где там в плоскости предпендикулярно S этот момент направлен? А этот вопрос некорректный с точки зрения квадратной механики, он некорректный, почему? А потому что мы можем определить только проекцию на S состояние, она равна нулю, больше ничего. Ну, а вы представьте себе, мы включаем поле, что у вас происходит? Вот, буквально вчера мы это разговаривали, вот, у вас момент, начинает индуцироваться момент в поле, да, причем в этом состоянии, это состояние, оно не активно, пассивно по отношению к полю вдоль S и Z, но А в этом состоянии мы наблюдаем эффекция M, на расщепление, на, итак, здесь, значит, по-прежнему M равно 2, ну, ну, а здесь у вас M будет равно, скажем, плюс один, ну, или минус один, все зависит от того, как мы определим первомагнитное отношение, будем противоположить, ну, будет отрицать, ну, плюс один. Ну, я считаю, что это состояние соответствует проекции магнитного момента по полю. Вот. А, если я плюс, то есть, тогда минус, то есть, плюс. Я повторяю, что вот эти вот знаки, эффектизные мана, они соответствуют, вернее, они выбираются в зависимости от того, как мы определили, и что вы определили под M, то ли это проекция магнитного момента, то ли это проекция спинного момента, повторяю, что, строго-то говоря, они отличаются знаком, если громадонный, строго- минимуме отрицательно, но, повторяю, очень часто магнитчики об этом забывают, и грамотонный совершенно �sea положительный. Вот. Вот такая картинка, что это означает? Оечла, что у вас фазовый переход, ну, если наук можно говорить о фазовом переходе на уровне отдельного, спина отдельного иона, будет выглядеть так, вот я беру, измеряю магнитный момент в сумме направления Z, MZ, ну а здесь поле HZ, что у него будет, вот до этого поля, до этого поля у вас магнитный момент будет равен 0, до некоторого критического значения поля, H критическое, это будет 0. Дальше что? А дальше у вас, видите, сменится основное состояние, то есть вместо немагнитного основное станет магнитным, то самое состояние, которое соответствовало магнитному полю, и у вас скачком до максимального значения магнитный момент возрастет. Вот как будет выглядеть кривая на магничестве, кривая, ну такая ломаная, мы здесь в чистом виде имеем дело с квантовым эффектом, то есть H критическое, его можно найти, ну, вот эта вот энергия D, а та же энергия, в этой точке, совпадает с энергией Сеймановской, то есть это гамма на H критическое, гамма на H критическое, равняется D, ну то есть фактически H критическое совпадает с D, в единице гамма, в единице гиромагнитного отношения, вот. Ну, или отсюда, значит, H критическое, это D делить на гамма. Вот, и вот это поле, это фактически поле, которое измеряет анизотропию, D-анисотропию, и это поле, в нем можно назвать поле анизотропии, H-анисотропии. То есть видно, что как только у вас Сеймановская энергия сравнялась с энергией анизотропии, все, оп, происходит фазовый переход. Ясно, что в правильном случае он скачком будет происходить, так, ну а на класс, в рамках классического подхода, конечно, будет происходить у вас не скачкообразно, а плавно, плавно, при таком классическом подходе. Почему плавно? Ну, а вы это состояние классическое будете представлять, как момент в плоскости, при пенникулярной АССЗ поле, по АССЗ ясно, что уже в любом поле у вас момент на счет отклоняться, классический момент. А эта ситуация говорит о том, что нет, такого не будет происходить до критического поля, а потом это все скачком произойдет. И здесь мы явно видим эффекты пространственного квантования, то есть эффекты дискретности возможных значений, проекции момента направления, в данном случае направления поля. Вот это очень простая картинка, это задачка фактически из квантовой механики, в которой, на самом деле, очень большой смысл, очень большой физический смысл. И понимание этой задачки, на мой взгляд, для магнитчиков чрезвычайно важно, потому что, конечно, в этой задачке есть куча разных вариантов, когда у вас спинная единица, там, скажем, три вторых, двойка и так далее, больше. Далее, когда у вас анестропия, не одноосная, а более сложная, там, и так далее. Вот самое важное, понять, что вот в вопросах фазовых переходов огромную роль, конечно, могут играть квантовые эффекты. Причем ясно, что чем больше величина спина, тем меньше проявляются эти кванты, тем меньше их аномалий они дают в сравнении с каким-то классическим описанием. Тем более применимы значимые классические описания. Вот об этом нужно помнить, поэтому характер вот этих фазовых переходов, он, конечно, во многом зависит от величины спина, вот, дальше надо помнить еще и величину более анестропии, и температуру еще, потому что ясно, что температура будет вам характер этой картинки нарушать. Почему? Ну, действительно, смотрите, вот я нарисовал, порисовал здесь ситуацию, соответственно, T равному нулю, температура равна нулю. При температуре равном нулю у нас заселяется и работает, активно начеляется только основное состояние. Вот он, видите, картинка вот так выглядит. Вот работает только это состояние, т т т равно нулю. Ну, а если температура становится отличным от нуля, повышается, у вас, ясно, что вот уже в этой области будет заселять все это состояние. Магнитное состояние, то есть фактически система, ну, по, возьмите в пользу мировое распределение, появится у вас вероятность обнаружения системы на этом состоянии, ну, и когда, ну, я неправильно вообще говоря сказал, вот, я сказал фразу, которая строго соответствует только квантовому случаю. И квантовому среднению, а не термодинамическому среднению. Ясно, что здесь у вас в этом состоянии система не может с квантовой вероятностью какой-то, да, находиться в этом состоянии, нет. Но за счет термоактивированного заброса, вот, система, будем говорить, какое-то время будет жить в этом состоянии. Оно магнитное, значит, у вас появится намагниченность, и фактически при Т отличного от нуля, о, вот такую же я картинку снова получу. То есть у вас переход загладится. И тогда у вас, конечно, роль квантовых эффектов, ага, будет уже так подравлена, и, ну, в общем-то, вы можете увидеть картинку близкую классическую при конечной температуре. Это, в общем-то, ситуация достаточно распространенная, когда, особенно высотокемпературные какие-то измерения, дают вам картинку, которую магнитчики спокойно интерпретируют в рамках классического подхода. В этом случае каждый раз теоретик, по крайней мере, должен спросить, а чего будет при низкой температуре, потому что, ясно, что квантовые эффекты в таком наиболее ярком виде проявляются при низкой температуре. Идем дальше. Вот это вот картинка поведения магнитной структуры, антиферромагнетика, которая сказала, зачем, вот, в магнитном поле. Ну, я в качестве примера еще раз смотрю, скажем, спиральный магнитик магнитного поля, спиральный магнитик магнитного поля. Написайте себе, что у вас речь идет о, вот, предположим, это будет плоской спирали, плоской спирали. Вот у меня, ну, условно, давайте обозначим направление спирали Х, вот, то есть направление цепочки, направление цепочки. И вот здесь спираль, расположена спираль, то есть магнитный момент и так вот расположен, скажем так, у следующего спина вот так, потом, значит, вот так, потом, значит, вот так, и поворачивается, и так далее. Вот такая плоская спираль. Вот, если ее, все эти вот узлы в одну точку свести, то мы получим вот такого типа картинку, причем ясно, что в зависимости от пич-энгла, то есть фактически вот периода спирали, пич-энгла, напомню, что это угол между соседними спинами, вот этот угол альфа, это пич-энгл. То есть в зависимости от пич-энгла, ну, а значительные периоды спирали, у вас здесь будет либо непрерывное распределение всех возможных ориентаций до стрела, да, то есть момента, ну, либо какой-то дискретный, может быть, всего два направления с нажимания, ферромагнетик, как в частном случае спирали, либо четыре, скажем, ориентации всего, если у вас пич-энгл в 90 градусах, ну, и так далее. Ну, и что у нас получится в этом случае? Это, как бы, тоже антиферромагнетик, причем, потому что у вас момент, до момента, так вот, в объемном смысле, ну, макроскопичном, лучше сказать, в смысле нет, конечно, для спирального магнетика. Что будет в поле? Ну, здесь все, вот, сильно зависит от того, как поле будет сориентировано относительно направлений X, Y и Z. Ну, во-первых, надо предпринять внимание, что если спираль у вас расположена в плоскости X, Y, значит, что-то же туда ее загнало, а что загнало? Энергия нестропии. То есть это означает, что вот эта плоскость X, Y является, ну, магнетчик, опять же скажем, легкой плоскостью. То есть LP, по-русски, легкая плоскость, easy plane, по-русски, easy plane. Видите, слово легкий, может, так, вообще, пью, на низкие зачеты, вот так. Вот слово легкий, например, сколько вариантов? Light. Light. Flight. Ну, хотя flight это нет. Ну, flight, ну, flight это, ну, полет. Ну, light, easy, вот видите. Easy, да, легкий, ну, вот, если так просто формально подойти, не совсем. Но есть еще варианты, slide, ну, такой вот, slide, ну, чуть-чуть, там, что-то такое. Вариантов очень, ну, weak есть, слабый, weak. И, между прочим, когда вы начинаете в разных задачах это слово употреблять, употреблять, и каждый раз идет он что-то свое, там, easy, light, slide, weak. Вот, скажем, слабый феромагнетизм. Не easy феромагнетизм, а weak феромагнетизм. Ну, легкий атом, light будет, ну, и так далее. Как слабый, ну, легкий, слабый, как легкий, вот. Легкая плоскость, видите, не light, а easy. Итак, анизотропия, то есть это означает, что плоскость XY это легкая плоскость. Легкая плоскость. Ну, кстати, если у вас в этой легкой плоскости будет еще плоскостная анизотропия, ну, представьте себе, что все-таки в этой плоскости XY направление X будет более легким, чем направление Y. К чему это приведет? Ну, понятно, что вот такая спиралька, она исказится. Вот. В каком смысле исказится? Ну, если у вас в плоскости XY направление X более выгодно, ну, так вот это значит, эти стрелки сгустятся вблизи направления X. Ну, это иногда так изображают. Я вам сейчас прямо это нарисую, как это изображают. Ну, а дальше вот делают еще поля разреженной эту картинку. Вот это будет тоже спиралька. Кстати, в суммарный момент тоже будет антифравмагнатик в целом. Но, тем не менее, видите, как только появится, спиралька уже станет более немножко как дыня такая. Потому что в этом направлении плотность спина, плотность фагита помелла будет больше. Ну, и вот еще теперь с полем мы делаем. Если мы поле включаем перпендикулярно спирали, перпендикулярно спирали. Кстати, это вот ситуация, о которой мы только что говорили. Перпендикулярно спирали. Что получается? Самая простая картинка – это формирование в этом случае сонтичной структуры. Ну, то есть все эти вектори, все эти спины, или лучше сказать, магнитные моменты, они начинают к полю так склоняться, скашиваться к полю, образуется то, что называется зонтичной структурой. Ну, и в конце концов, при достаточно большом поле этот зонтик схлопнется, такой конус будет формировать, угол будет раствор, все меньше, 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 и хоп, выполняющий то, что, соответственно, спин-флоп-переход. Спин-флоп-переход. Ну, это вообще достаточно простая ситуация. Достаточно простая ситуация. То есть проекция этого зонтика на XY, она все время будет вот так, для не менее, вести себя. Ну, только модуль спин-флоп-переход будет уменьшаться. Видно, проекция на эту плоскость будет уменьшаться. Ну, а проекция на OZ будет расти все время. Ну, а если вы будете иметь поле направленное либо в долю X, либо в долю Y, ну, то есть в плоскости отправьте поле, что тут будет происходить? Ну, вот тут разные варианты возможны. Ну, что, во-первых, у вас возможен поворот плоскости спирали в направлении перпендикулярное поле. Это, своего рода, спин-флоп-переход. Я обычно спин-флоп-переход. А это будет спин-флоп-переход. Ну, представьте себе, вот я поле направил в классе Y, да, вот так вот, аж. Здесь есть несколько вариантов поведения. Один из самых более-менее простых, и который, в общем-то, во многих соединениях со спиральками реализуется. Это спин-флоп-переход, когда плоскость спирали поворачивается и становится в перпендикулярное направлении поля. За счет чего это происходит? Ну, это тот же самый механизм, что работает и в случае простого антиферромагнетика. Мы с вами в прошлый раз говорили, что воскримчивость в направлении перпендикулярном вектору антиферроматизма всегда больше, ну, при низкой температуре, много больше. Вот. Хиль параллельно, то есть восприимчивости в направлении вектора антиферроматизма. Поэтому, просто играя вот на этом, ну, а чем больше восприимчивость, тем будет меньше энергия в магнитном поле. Причем, потому что, ну, давайте прикинем, как энергия связана с восприимчивостью. Вот, помните, энергия, пишет, где равняется минус N на H. Ну, так я, ну, прошу, напишу, да? N в свою очередь, H на H. H на H. Так, ну, и имеется в виду не спонтанное на магнитном поле, а индуцированное поле. Ну, тогда это будет давать минус H в квадрате. H в квадрате. Ну, и понятно, что чем больше восприимчивость, тем это более выгодно в системе, потому что меньше энергии. И тогда у нас, за счет этого механизма, он работает железно всегда, система может, вернее, эта спиралька может плоскость свою развернуть перепоникулярную оси H. Почему? А потому что в этом случае для всех спинов этой спиральки будет работать вот эта побережная восприимчивость, самая большая. И вот, и вы можете получить максимальный выигрыш магнитной энергии. Но есть другие варианты, такие. Представьте себе, ведь дело в том, что вот этот поворот в другую плоскость, так, ну, он же связан с работой против энергии энергией инстеропии. Мы с вами договорились, что бесполе плоскость XY выгодная, легкая плоскость. А значит, поворот плоскости, например, XZ требует запратной энергии, там энстеропия выше. Значит, вы работаете против энергии инстеропии. Поэтому, возможно, другие варианты. Если эта энергия инстеропии большая, ну, тогда у вас, ваша спиралька останется в плоскости XY, так, останется в плоскости XY. Ну, что с ним произойдет? Ну, все спины просто подворачиваются в направлении поля и все. То есть, у вас будет анарг такого перехода смешанного, флип-флоп смешанного. Почему? Ну, представьте себе вот эту ситуацию, да, спина, а вы поле включили вот так. Спиралька остается в плоскости XY, энергия инстеропии даже большая, очень, или, другими словами, предпочтение к XY в плоскости максимально велитно, максимально энергетического вида. Что вас произойдет? Ну, вот спины начнут поворачиваться в направлении поля. Ну, ясно, что в этом случае что у вас будет происходить? Вот эта спиралька будет, как сказать, синтеградировать, ну, в каком-то смысле, да, она не очень красивая станет, несимметричная спиралька станет. И вы будете получать картинки вида в поле. Когда у вас плотность спина в направлении поля будет большой, а в противоположном направлении все меньше и меньше. Я слышу, что у вас, видите, вот поведение похоже на случай с анистропией, но только здесь у вас однодоправленная анистропия, связанная с направлением поля, а здесь видите два направления в случае анистропии эквивалентной. Почему? А в шаге анистропии это на мете анаш плодактическая по моменту, а энергия взаимановская она линейная по моменту. Вот это все отражается в том, что когда у вас работает взаиман, видите, вы получаете некое одно направление выделенное. Ну, кстати, по-английски знаете, вот есть два перевода слова знак. Есть сайн, ну, знак плюс к нему, скажем, а есть еще сенс. Куда сенс как переводится? Чувствительность. Ну, чувствительность не сенс, а сенситивити, скажем, или сенсибилити, ну, чаще сенситивити. Сенс, ну, смысл вообще-то сенс, инерсаймс, ну, смысл, да. Так вот, сенс еще в физической литературе часто используется как знак. Как знак. Но вот тоже разница, видите, вот, например, направление вектора, если вы рассматриваете, да, мы говорим иногда, ну, реже, анзличан-американцы видимо чаще, мы говорим, знак, мы говорим, веще направление, положительное и отрицательное, да. Так вот, в этом смысле они как раз слово, слово свой сенс используют, когда говорят о положительном или отрицательном, направлении вектора. А если речь идет о знаке величины, там, плюс 20 градусов или минус 20 градусов, там сайм. Поэтому сенс, это когда речь идет о знаке, вот, скажем, вещественного вектора. Вот такого типа будет у вас перевод, который закончится тоже спинфлипом, то есть, в каком-то поле, наконец, все эти моменты выстроятся вдоль поля, вот, что вы получите. Ну, ясно, что аналогичная ситуация будет в случае поле в доле сенс, если стратегия большая и она предпочитает мозг из иксельных без педальки, ну, вот вы получите, например, такого же типа картины, но только в направлении сенс. Вот все эти вещи, конечно, в реалии, в реалии, почему, потому что, ну, в реалии всегда ситуация немножко сложнее оказывается в всяких вот таких картинках, вот, конечно, проблема, ну, с точки зрения магнитчика, это проблема намагничивания, вообще, вот, то, о чем мы говорим, намагничивание, она реально бывает очень сложной, и я бы так сказал, что сегодня во многих материалах мы природу, вообще говоря, кривой намагничивания, то есть, зависимости N, вот, H, не знаю, ну, и вообще говоря, магнитчика, взятие, у них в целых спецкурсах посвящены кривой намагничивания, в них это какая-то, в общем, такая, святая корова, вообще, какая-то, кривая намагничивания, и это правильно, причем, потому что, с кривой намагничивания, можно очень большую информацию вытащить, ну, представьте себе, я вам нарисую картинку, ну, такую, приближованную, как бы, каким-то экспериментальным данным, я вспоминаю, недавнюю работу, моих коллег из НГУ, и, германии, вот они, я не буду даже писать соединения, вот они берут, кривую намагничивания, в каком-то купрате смотрят, магнитных, купрате, ДНН, Ваш, вот, ну, вот такая, какая-то кривая, сейчас вам ее нарисую, примерно, что это вот такое, ну, что тут можно, ну, кривая, кривая, ну, видите, я специально, мне рукодром, было в нескольких точках, вот, ну, что делаю, нынче, магнитчики, причем, такие, изобретательные, хотя, я не думаю, что синие, изобретательные, магнитчики, так, сильно, долго, изобретательные, надо, они берут производные, вот, если человек вооружен, даже, такой, контур-магнитчик, если он вооружен, какими-то представлениями, вот, о таких вещах, и о том, что, в критическом поле у вас, видите, что происходит у вас, все, вот, скачет, ну, значит, здесь производные, вот, если вы будете брать, температуру, или классический подход, у вас все это сгладится, но производность будет иметь, особенность в этой точке, максимум, вооруженные этим делом, они берут эту кривую, начинают, производные брать, и тогда, что он получает, вот, я ее ниже нарисую, производные, ну, то есть, вот, ну, здесь какая-то константа, да, оп, дальше, какой-то максимум, ну, я условно так нарисую, так, потом опять какой-то максимум, ну, потом, она где-то там, к нулю пройдет, вот, ну, а дальше, как они это интерпретируют, ну, ясно, что вот это, вот, поле спин-флопа, наверное, да, вот, когда у вас вышло насыщение, кстати, вот я сказал слово насыщение, но дело в том, что если я знаю химическую формулу, если я знаю, какие магнитные ионы входят в это соединение, да, я знаю, какие, значит, магнитные моменты у этих ионов бывают, литературы-то много, и, в общем, данных по магнитным моментам, значит, я могу на магничное насыщение, M saturation, M S, обозначать, вообще говоря, просто теоретически оценить, и тогда я могу сравнить, то, что я вижу на эксперименте, с теоретическим значением, а если не совпадает, вариантов много, вот два выхода в этой ситуации, если не совпадает, как современный экспериментатор это дело интерпретирует, два варианта, первый вариант, ну, ну, магнитный момент, приходящийся на один йорк, не соответствует теоретическому, меньше, вот, ну, он может в магничестве говорить, так, ага, вот мы обнаружили, вообще говоря, ситуацию, в которой магнитный момент, частично заморожен, скажем так, то есть он уменьшен, против теоретического предела, это может быть связано, и начинает, там, значит, рассуждение, связано с Камалья, с квантомными эффектами, квантомными флуктуациями, и так далее, и так далее, один вариант, второй вариант, так, а может, я до насыщения еще не дошел, хотя, эксперимент мне подсказывает, что вроде бы дошел, но что это означает, это означает, что может быть, реальное насыщение, будет в больших полях, в больших полях, дело в том, что поля, наши магнитчики, особенно у нас в России, они обижены, в больших полях, везде же есть большие поля, то есть для наших магнитчиков, скажем, поле 10 Тесла, вот, это очень, очень большое поле, я, если Тесла, не знаю, у нас вот здесь, есть или нет, 10 Тесла, это 100, считать, это 100 тысяч, это 100 килограмм, я бы сказал, по меркам, скажем, там 20-летней, 30-летней давности, это очень большое поле, вот, поля нескольких десятков Тесла, то есть несколько сотен килограмм, я напомню, что один Тесла, это 10 килограмм, по-старому языку, вот, так вот, поля десятки Тесла, ну, этому, может, могут себе позволить несколько лабораторий, в мире, так, вот, поэтому, возможно, что я просто не дошел до насыщения, надо сначала, что делать, надо идти дальше, выйти, я могу, конечно, городить какой-то огород относительно, там, квантовую актуаль, цветовая актуальность, там, ля-ля-ля-ля-ля, но нормальный, такой профессионал, как бы, скажет, ну, погоди, а ты до скольки, вот, что ты дотянул-то, до пяти трасслай, якобы уже насыщение, а может, ну, при десяти, там, фазовый переход еще будет, да, то есть, на самом деле, что потом, оп, какой-то фазовый переход будет, вот это тоже надо иметь в виду, прежде чем говорить, что вы открыли какой-то там новый эффект, и так далее, но вот, обработка, простейшим, тревогным огнечением, таким образом, она, на самом деле, довольно популярна, и во многих случаях, она, по крайней мере, если не дает информацию о механизме, вообще, об эффекте, вот, связанном с этими пиками, ну, она, по крайней мере, что-то там такое необычное случается, с точки зрения квантового подхода, ну, теоретик, он, как сразу рассуждать, он начинает связывать вот такого пики, с какими-то квантовыми эффектами, ну, с чем этот квантовый эффект связан, ну, вот видите, на этой картинке, с пересечением уровней, то есть, с возникновением того, что в пантовомеханике называют случайное вырождение, случайное вырождение, ну, и представьте себе, что в сложных магнитных системах, где, немножко, усугублю, ситуацию, представьте себе, у вас какой-то сложный спектр, да, вы включаете магнитное поле, и, ну, в общем-то, видите, ведь в магнитном поле у вас уровни начнут там расщепляться, разбегаться, там, и так далее, и так далее, вот, и эффекты, вот я специально так рисую, чтобы показать, что, возможно, вообще говоря, очень сложные вещи, вот, пересечения уровней возникли, ну, вот, это, правда, при высоких температурах, но, на самом деле, вот это вот случайное вырождение, пересечение уровней, оно, тем не менее, тоже особенность даст, ну, правда, при высоких температурах, а не при нуле, и так далее, то есть, для теоретика все эти вещи, на самом-то деле, если это достоверный результат, а не связан с грязью, и с ошибками измерений, то это вообще, информация, и теоретики начинают туда нырять, и каким-то образом этим заниматься, если ему это было интересно, или, ну, разные варианты, по нынешним понятиям, варианты такие, а, интересные, б, приятели, ну, то есть, пришел приятель, просто экспериментатор попросил тебя, а, б, цель, деньги, ну, то есть, еще из-за этого платят, но вот тогда, в общем, это удваивание, вот, твое интересное дело, вот, это же, если не Сминит тебя заинтересовал, ну, что делать, вот, вот, вот такая ситуация, и, поэтому, на самом деле, в реальных сложных двагинетных системах, особенно вот таких, там, гелемагнетика, то есть, такие вот, какие-то спиральные, там, геликвидальные структуры, поведения в поле может быть самым разнообразным. Среди простейших переходов, я вам сказал, спин-флоп, спин-флип, ориентационный переход. Мы об этом тоже говорили, ориентационный переход, ну, любой, любой переход, связанный с изменением ориентации магнитного момента, скажем, в поле, да, это вообще, на самом деле, спин-ориентационный переход. Ну, такой переход может происходить и без поля, как спонтанный ориентационный или переориентационный переход в заключение этого раздела хотел бы еще в одном достаточно интересном переходе тоже варитационного типа сказать это так называемый метамагнитный переход вот материалов которые их называют метамагнетики метамагнетики ну буквально вот писать на себе что вот давайте конечно прощенную картинку представим вот представьте себе 2 подрешетов на этиферамагнетики бесполе ну и писать на себя что я включаю поле в этом направлении и до сих пор я говорил что у вас моменты подрешеток начнут вообще говоря вот реализовать спинфлор переход и в конце концов в самом положении перпендикулярно внешнему полю а шестону но при этом повороте идет борьба против анистропии ушались на перед она выставила эти моменты подрешетки именно вдоль и легкого для себя направлений взяться лишь они стараются большая и вы будете увеличивать а спинфлор перехода не происходит взаимодействие энергия все равно маленькая по сравнению с энергией и как как его дальнейшие дальнейшая судьба системы ну варианты такие в принципе в конце концов у вас произойдет переход спинфлор он может произойти первым родом первым родом то скачком но есть еще один вариант представьте себе вот эту подрешетку магнитную которая сориентирована противоположным полем направлений она абсолютно не выгодна уже не выгодно и если подрешетки выгодно его так туда развернуться и все так вот чаще всего метамагнетикой то есть фактически это антиферомагнетики с большой как правило одноосной антистропией с большой ну обычно говорят даже с нормальной большой одноосной стропией таких антиферомагнетиках не удается реализовать уж по крайней мере плавный спинфлоп переход и фактически в этом случае система минуя спинфлоп угловую то бишь фазу сразу переходит спинфлипу то есть вы более увеличиваете увеличиваете нет никакого спинфлопа нет но зато при определенном поле аж критическим так у вас происходит спинфлип сразу то есть это подрешетка переворачивается и вы получаете фермоиндуцированный поле фермоиндуцированный поле оказывается что если ваш фазовый переход переход первого рода двое собственно я его и как раз изобразил сказал что скачком скачком 2 решетки невыгодны переворачивается и вы получаете фермоиндик скачком фазовый переход первого рода значит как будет выглядеть клевая ну я нарисую не пиво я же намагничать хотя это будет похоже на гривую намагничивать вот давайте я изображу для метамагнетика вот на поле вылечу вот здесь магнитный момент же картинка такая вот ничего нет ничего нет момента смотрят разные стороны вдоль поля но если флот не реализуется ну как только вы достигаете некоторого поля критического если что такое опять же будет связано с полем анизотропии ситуация будет лучше говоря похожи родные мой степи очень большая у вас скачком моменты выстраиваются вдоль поля скачком и он сразу вы получаете ну фактически 2м0 вы получите вот здесь вот где м0 магнитный момент под решетки 2м0 вот как будет выглядеть кривая намагничивания оно теперь самое интересное вот что отметим здесь что мы увеличивали поле вот так шли ну я здесь везде нарисую ну и здесь вот так шли а вы представьте себе что вы поле уменьшаете ну вот где-то встали скажем в этой точке до какого-то поля добрались вот а потом начали уменьшать поле и пошли другой процесс уменьшение поле идете идете вы дошли до этой точки но дело в том что при фазовом переходе первого рода вы должны уже запомнить что у вас всегда есть область сосуществования фаз область сосуществования фаз ну какие в данном случае фаз вот исходные фазы ферромагнитные ферромагнитные фазы и вот эта вот ферромагнитная фаза дойдя вот до аж критического она оказывается устойчивой и переменьшит поля устойчивой и меньше поля то есть она вот здесь уже энергетически невыгодна по сравнению с антиферромагнитной фазой но устойчивой метастабильное состояние в результате вот скажем я нарисовал здесь область устойчивости в результате что у вас происходит вот вы добавили за этой точке но вы можете проскочить и попасть в состояние когда у вас в данном поле ферромагнитная фаза энергетически не выгодно но устойчиво а дальше что у вас вы можете даже до этой точке дайте писать себе что у вас магнитик такой чистый хороший стал бы на кристалл бездефетов и так далее вот тогда вы можете даже до сюда дойти но потом скачком свалитесь вот сюда все равно но на самом деле вы можете если у вас есть зародыши в этом вашем образце если у вас есть зародыши антиферромагнитной фазы ну конечно свалитесь в антиферромагнитную фазу где-то по дороге но дело в том что теперь обратный процесс смотрим да опять пошли сюда теперь эта фаза тоже может задержаться ну то есть это как перегретый пар или переохлажденная жидкость в данном случае температура как бы поле будет играть то есть у вас на самом деле вот так вот как это может выглядеть то есть вот у вас скажем здесь я выделяю вот эту область сосуществования фаз и на самом деле внутри этой области поведение вашего ну приводить может быть самые разные но во многом будет зависеть от свойства броса если там зародыши фазы если они есть значит новая фаза начнет раньше возникать а не будет ждать конца своего своей устойчивости вот ну естественно это еще картиночка о чем говорит что у вас реально вот он истерей сможет реализоваться ведь этот петли сервисе нарисовано здесь но самое интересное вот что что отсюда следует возможность превращения антиферромагнитика ферромагнитик принципе тоже смотреть что у вас получается представьте себе что вот это вот у вас . протягивается сюда область сосуществования фаз очень широкая тогда вы можете задержать ферромагнитное состояние до нулевых полей вот это здорово то есть мы взяли вначале большим полем от моменты подрешеток выставили параллельно а потом поле правда надо тихонечко тихонечко так поле убрать хотя может быть вопрос тихонечко может быть наоборот и быстрее лучше его убрать наверное даже быстрее лучше здесь на этот процесс этот выбирать почему что он будет во многом зависеть от характера уже образца то есть можете попасть вот сюда аж и получить на него или в слабых полях слабых полях ферромагнитик но все-таки для магнитчика прикладника ферромагнит и сами всегда приятней карта типу не относятся чем кальций ферромагнит все-таки магнитные моменты есть вот большие магниты постоянный магнит на самом деле будет но он правда витя своеобразный более того это постоянный магнит он ведь и он же это стабильное состояние у вас будет догадиться так то есть вы проскочили этот область это стабильное состояние зачем ждут ему подойдет так поцарапаете его тем самым вы механические напряжения какие-то сделали до честь магнитно стрипцию выдачи что некие магнитные возмущения несете они возможно будут связаны с зарождением новой фазы и тогда ваш образец при таком царапане может перескочить сразу не вагнитное состояние то есть система нет находящихся мета стабильным сцене очень капристы конечно все эти вот вещи нужно будет учитывать и так вот для сильно анизотропных магнетиков конечно типичен ну я бы не сказал так что материалов метамагнетиков уж так много но наши магнитчики лаборатории постоянных магнитов не фрпм так они как раз очень занимаются сильно анизотропными магнитиками мы созданы лаборатория постоянных магнитов само слово и кстати в этой лаборатории были получены в свое время первые ученики в россии и в мире сделали молодые кристаллы по крайней мере нескольких таких сильно анизотропных магнитиков сейчас осенью вот так вот на вопросах такого таких практически очень важен для любого магнитчика это вопрос и на данной структуры магнитиков вопрос и довольно структуре раздела на структуру магнитиков на самом деле я не знаю предмет курсы и даже не одного курса там можно выделить собственно вот вопросе доменной структуре последние даже верующие видите этот вопрос расширили раньше мы говорили сейчас чаще говорим о формировании неоднородных структур магнетиках и вообще говоря о новой негренауке который получил название микромагнетизм микромагнетизм занимается не как микроскопическая теория магнетизма а под микромагнетизм занимается какими-то неоднородными состояниями в магнетиках типа различных структур доменных стены то есть границ между доменами вот этим занимается микромагнетизм теоретик там обычно занимается моделирование доменных стен домоделирование доменных структур разные расчетными подвешивания доменных стен и так далее и так далее и так далее все это направление с практичной точки зрения конечно очень важно это очень старое направление особенно в варианте такого салфер магнетизма начала века даже касающих и кроме того непосредственно создание структуры связанные вопросы так называемые технического намагничивания почему что имеется ввиду я то что магнитные материалы они очень широко используются на практике это вот ну там ферритовая интерна и сердечки разные магнитные да магнитный запись информации в широком смысле дальше это трансформатор то есть имеется ввиду трансформаторная сталь это фактически магнитный материал ну опять же если говорить о трансформаторной сталь это целые же опять же курсы целое направление огромное количество народных прикладников таких занимается у нас на каких-то действиях тоже этим занимается вопросами трансформаторной стали почему виз вверхсельский завон ну вот он трансформаторную сталь я не знаю сейчас он выпускает ее или нет но мне показалось что вы знаете как вот с автомобилями можно что-то нет даже уже сложнее уж у нас сейчас в россии очень много этого ускоряется что угодно там пожалуйста тайон там факсваген вот там мерседелес да ну и так далее заводов много но правда видите как все те вот кстати пример похожи все эти заводы на них же наши люди работают миндалитет российского человека не важно кто там вот в татарстане там кому скажет там татары в основном работают здесь на русские там еще кто-то но в миндалитет у нас как-то вот мы давно живем вместе он какой-то общий стал к чему-то к чему я планирую потому что вот вам поставляют такие блоки на завод ну двигатель там круговую часть колеса вот а там на заводе собирать сборку делаем ну и сборка как вам надо где-то подвинтить там полки да вот а наш человек он ну как-то он так вроде подвинтил вот но также определенную силе нужно ну как бы есть прибор даже специально закручен он показывает усилие вот и где-то же контролируем нужно вот наше вам как-то вот таким микромагнитизм какой-то как-то относится все эти таблицы все эти кнопки там чего-то возьмем не знаете как раньше когда приходила какая техника сложная с Японии например так ну там какое-то описание на японском языке кучу кнопок наши умельцы они среди всех кнопок находили кнопку включения заработала но потом надо если это экскаватор поднимал там еще где-то кнопку поднимает вот оттуда с этой кнопкой кнопки очень часто они промахивались мимо этой главной кнопки вот это все остальное они часто вообще брали и еще просто перегревались или там заваривались чтобы не дай бог там случайно а зачем они знают и вот на производстве даже высокотехнологическое производство технологичное производство машины ситуация примерно такая то есть там где рука нашего человека коснулась ищи обязательно там гайка будет не закручена до конца как надо так вот и вообще будет отсутствовать будет там где-то не докрашена где надо прокрасить где-то резинка которая будет поставлена не так вот или не той длины но отрезал еще от лишнего отрезал ну ладно что я не буду что ли поставил того нет рыда нет но на современном бензине начинают менять уже дыра появляется я вам почему-то так рассказываю что это я знаю все так специалист почти вот и собственно это есть вот это мероприятие разные разные а то есть это типичная ситуация то же самое с тазарматорной стали на визе пускали все время цепь тазарматорной стали по японской технологии внутри японцы все это нужно что-то давать для производства вот даже не выпускать а значит лаборатория не проходит по параметрам и все ну вот разбирались разбирались после вызвали обратно вот наконец японцы не сразу дошли но когда они увидели там значит вася который поэтому пробегал то ну чё-то там где-то не срабатывал он так по рулону бегает ну там же он же чистый ему как-то круговый резин он так по рулону все показывали варьбе как зимой но они когда увидели начали по-своему по японской конкретче отмойкать руками несколько сказывался как раз специалист в этом деле просто мой один сокурсник он этими вопросами занимался ну и все после ларчик просто открывался дело в том что для трансформаторной стали очень важна текстура магнитная текстура но также как знаете вот есть монокристалл да есть поликристалл поликристалл это как бы система маленьких вот таких монокристалл ну понятно что там сразу все эти монокристалл они как-то могут разоритировать раз между ними границы есть такой термин например межзерельные границы зерна часто бывает ну это либо система каких-то таких вот такая компактная система маленький монокристалл и еще отдельный монокристалл ну а вот между ними границы ну ясно что от одного к другому монокристалл по какой-то границе и там всякая грязь собираются на этой границе и так далее ясно что свойства трансформаторной стали во многом зависит вот от границы вот если кстати к вам пришел к паре с утра был реклэймен на защите диссертации там девочка одна защищалась заканчивал физте вот и вообще тема хорошая такая она исследовала методы биатромагнитного резонанса гидриды гидриды ну там она начала вот вот гидриды типа там ну че какие она смотрела рубите H2 что ли там титаны H2 титаны H2 вот она смотрела там есть как есть самый такой популярный титаны H2 вот она начала что вот гидриды они еще поиспользуются для хранения водорода ну то есть вот водород корючих да но его что не может как ну там жидкий водород делает баллоны но в общем то это опасно да и вообще это объемы большие веса большиеся и самым удобным является конечно хранение водорода в гидридах ну то есть металлика вот и там даже два в советстве то есть там по весу водорода очень много и там H2 вот ну вызвать проблемы ну и вот надо заканчивать или убирать то есть нужна так сказать абсорбция десорбция водорода желание управляемое еще ну вот народ изменит сейчас это очень молодое направление оно такое генжное то есть если вы какой-нибудь проект подойдите вот по водородной энергетике связано с хранением перевозки там и управлением то есть водородом металла ну деньги получите тем более с молодой еще вот ну и вот и так обсуждение вот я там обсуждение дождался половина сорока и убежал один просто говорил из ИФМ за флаг хорошие фракции он говорит ну вот вы хорошо исследуете ядерно-магнитного резонанса вопросы подвижности водорода ну это вообще практически очень важно потому что десорциум из лечения водорода конечно во многом зависит от подвижности этого водорода в металле но ведь понимаете там есть как бы вот нано такие вот области да зерна назовем но между ними есть границы а вы исследуете подвижность этого зерне а возможно что все проблемы связаны с границей потому что она дефектная и поэтому когда у вас водород очень легко бегает по зерну ну то есть по такому маленькому обычно даже надо размером ну скажем там 20 30 40 50 60 нанометров область он легко там бегает водород но когда опирается в границу все тормозит а границу исследовать объем границы естественно небольшой вот и кроме того там водорода она смотрела я не знаю что в этом году он находится совсем другом состоянии чем в самом зерне то есть фактически раз это зерно а проблем с границей связанная я имею ввиду такая прикладная проблема вот это очень интересный факт так вот магнетизм это проблема в таком варианте микромагнетизм в варианте дамы на структуры фиономагнетиков и антиферромагнетиков в варианте проблемы дамы на стены и так далее в варианте проблемы технического домагничивания в варианте проблемы постоянные магниты и так далее то есть как только заходит речь о практическом применении все эти вопросы неоднородно магнитного состояния материал реально они конечно сложились жутко актуальны для техника конечно куча проблем проблем связаны с описанием доменов доменной структуры доменных границ статики динамики и так далее ну давайте об этом немножко поговорить значит ну во первых само появление доменной структуры с чем связано но мы с вами когда рассматриваем фазовые переводы мы говорим что если у вас параметры порядка магнитный момент да параметры порядка вот я условно это пишу да ландавский параметры порядка то свободная энергия она зависит как вот это это в ноль ну не магниты как бы часть плюс а это квадрат плюс б это в четвертый ну и так далее но вы видите здесь естественно разложение квадратичное то есть черные степени это содержит и понятно помните мы с вами находились значит когда вы смотрите df вот это производный берете значит у вас получается 2а это плюс 4b это кубе так дальше вы равниваете нулю чтобы найти значение этого параметра равновесного состояния и вы получаете это два решения первое это равно нулю а второе вот 2 плюс 4b это квадрат равняется нулю тоже и это квадрат второе решение равняется корень из а на 2b корень из а а минус значит минус минус а на 2b ну минус здесь не обращайте внимания потому что b обычно положительное а вот а в области базовой переводы так вот здесь мы сразу видно что это да это равняется плюс минус корень квадратный да то есть фактически у вас смотрим вернемся сюда у вас два состояния с плюс и минус м ноль условно я напишу на магнитный момент они вот энергетически говорят конечно и таким образом ваш материал разобьется на домене ну хотя вопрос возникает ну ладно они энергетический хрен но зачем разбиваться на домене дело ваще дело в том что как вы знаете со школы у вас у магнита полюса есть там север и южный и если вы так стружку магнитную так поднесете ребята там у вас такая картинка красивая школьная здесь школьного учебника с чем она связана вокруг магнита же есть поле поле дипольное дипольное поле но с ним же энергия связана с этим полем и понятно что если вы ищите состояние магнитного материала конкретного с его форматом объемом и так далее основное состояние то основное состояние будет соответствует минимуму полный свободной энергии включая минимизацию в эту минимизацию надо заключить энергию этих вот полей размагничивания называем еще вот или дипольные полей ну а как их можно скомпенсировать эти дипольные поля ну сделать какие-то момент образа равном нулю ну для ферромагнетиков как вы это сделаете но только начнет формирование дипольной структуры то есть это будет означать что часть этого материала магнитного будет иметь плюс m0 а часть минус m0 причем реальная конфигурация она будет конечно зависеть от многих факторов почему ну во первых ориентация m0 определяется анистропией ну а в общем случае у вас может осуществлять несколько легких ориентации ну например в кубике у вас легкие ориентации с учетом анистропии 2 порядка любые ориентации легкие будут а с учетом анистропии 4 порядка не любые а скажем только в дороссии либо 3 порядка либо 4 порядка то есть это как в действительном случае набор культе в оси но что это означает то я замечаю что в моменты они стреляются как раз ориентируется вдоль легкого направления которые минимизируют вам они стропили ну вот картинки как бы представьте себе пластинку такую магнитную в котором магнитные моменты направлены либо вверх либо вниз тогда материал ваш разобьется вот я рисую здесь о половина сюда половина сюда но это тоже может по-разному я бы не сказал что это выгодно почему потому что вот эта часть это же будет ферро-магнетик это сейчас ферро-магнетик то есть понятно что здесь не добьемся терпенсации и больного поля то есть ситуация будет похоже на вы возьмите два магнита да вот так и возьмите северно-южный а у соседа южно-северный вот так переверните да а потом возьмите на металлическую стружку перед так и как вы увидите что более тоже есть его не будет только когда вы их так посоедините совсем да когда проводят ну а в этой ситуации вы же это не можем сделать то есть в чем я планирую потому что на самом деле он разобьется на пример как бы структуру на более мелкую структуру вот она бывает разной эту структуру причем я специально взял вот эти случаи такой пластинки пластинки но пластинка 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 значит в английском переводе фильм пленка пластинка пластинка то есть есть по русски пленка есть да это очень тонкая пластинка как бы да пленка но пластинка есть по английски еще один вариант ну то есть конечно толщина этой пластинки может быть разная может микрон или пазлок может быть дано-типазлок ну скажи вы хотите какие-то приложения использовать вот давайте посмотрим какая реальность структура будет здесь я просто переверну сейчас эту пластинку кладу вот перевернул значит это может быть плоско-параллельная структура плоско-параллельная или еще иногда такую структуру называют страйп структурой ну так по-русски иногда я ищу страйп структура то есть это просто калька сангийского страйпа ну то есть полосковая структура полосатая структура ну вот сверху я смотрю вот разобьемся на какие домены условно здесь значит будет сюда здесь да скажем да ну а здесь скажем на нас уже как-то лучше да ну и куча вопросов возникает даже на этом уровне тип структура нарисовал такую плоско-параллельную структуру страйп структуру нарисовал но сразу куча вопрос какие вопрос ну первых период размер полосового домена раз повторяем практически сразу приложение даже какая-то типа решетки такой номер можно дифракционные всякие создавать структуры ну собственно их и создаем на такого типа плоско-параллельная структура работают решетки дефракционные решетки тем более что период можно менять структуры раз вторая проблема это проблема конечно там они стенки стенки вот она здесь у меня нарисована какие проблемы тональной стенки ну во первых ширина тональной стенки очень важный параллельно ясно что в такой ситуации когда у вас на на двух соседей посмотрите я возьму два атома на границе да вот у меня два магнитных структуры что вот здесь так спина здесь так что я направлю с радужем это кстати ситуация возможно она соответствует ширине нулевой ширине добавленной границы в принципе она возможно когда но представьте себе у вас анисандропия которая держит это направление магнитного момента огромное ну скажем в пределе бесконечную анисандропия вот как тогда реализовать вот это магнитное неодородное состояние но только таким способом почему потому что если анисандропия бесконечна то любой поворот магнитного момента или спина будет требовать затрат очень большую энергию поэтому высоко или сильно анисотропных магнетиках или жестких магнетиках или магнитотвердых магнетиках это вот все примерные эквиваленты у вас часто реализуются ситуация когда чередовыми границы 0 переворок на ближайших соседей ясно что это не выгодно то есть да и слабида все равно не меняется но невыгодно для того механизма который формирует само магнитное состояние для обменного взаимодействия почему ну если у вас здесь везде были стрелки параллельно это означало что у вас на соседях минимум энергии обменного взаимодействия создается ферромагнитное состояние а здесь видите у вас как раз антиферромагнитное на этих соседях на обменной стенке то есть это абсолютно не выгодно для обменного взаимодействия но реально у вас реальная структура доменной границы формируется вот насчет конкуренции насчет конкуренции обменной анистропией то есть большой анистропией большой анистропией а вы nelle очень узкие стенки большая узкая стенка малая анистропия широкая стенка а обмену наоборот выглядит вообще широкая стенка Почему? Потому что при этом у вас как раз плавно будет меняться магнитный момент, плавно будет меняться магнитный момент. То есть на соседях вы очень мало будете терять обменную энергию. Угол поворота спина на соседях будет очень маленький. Ну и вот такая игра идет, игра идет. Если обозначить обменный интеграл, скажем, давайте, или обменную энергию, я обозначу, скажем, А, а константу анистропии К, то для ширины доменной границы, сейчас использую такую очень простую формулу, значит, ширина доменной границы, давайте Д я ее обозначу. Это величина, порядка, корень квадратный, ну вот смотрим, большая анистропия, маленькая, значит, ширина, да, А делить на К. Вот эта формула очень популярна для ширины доменной границы, корень из А делить на К. А на самом деле ширина доменной границы, это, ну, величина им еще размера с длины, вот. Здесь А это не обменный интеграл, не обменный интеграл, понятно, что это величина типа обменный интеграл на квадрат длины какой-то, потому что обменный интеграл константа анистропии, а будет размера с энергией Ома. То есть здесь А это величина порядка обменного интеграла на квадрат параметра решетки. То есть тогда у вас получится видеть, если вы корень извлечетесь из А квадрат, вы получите А, это будет некий масштаб изменений, ну, характерный, как бы такое, значит, единичка измерения ширин доменной границы. Ну, а сама ширина будет определять соотношением обменного интеграла как? Вот такой безразмерный, скажем, нашим, скажем. Ну, а какие реальные, вот, скажем, могут быть ширины доменных границ в обменных материалах? Ну, скажем, для ферритов, для ферритов, у них анистропия обычно небольшая, небольшая анистропия, ну, вот, означает, что широкие будут доменные стенки, ну, порядка, скажем, бывает микрового, порядка микрового. Ну, тысяча, скажем, такая нормальная, больше даже. Ну, бывает, там, сотни анистропия, скажем, побольше. И так далее. Вот такая проблема, то есть проблема, проблема доменной стенки. Проблема доменной стенки. Отдельный вопрос, более того, ну, книжки, можно найти книжку с названием «Домендная стенка», так, «Домендная стенка», так, «Домендная стенка», так, «Домендная стенка» сегодня посвящена очень много работ, очень, ну, и книжка, книжка, этот вопрос очень, так, сильно изложен, вот так, представлен хорошо. Ну, почему? Ну, понятно, что на собственной доменной стенке можно информацию записывать. Вот, вот, смотрите, видите, вот на этой доменной стенке можно записывать информацию. Ну, правда, тут я смотрю, полосатая структура не сильно. А вот если у вас доменная граница одна, скажем, да, вот такой, плосинки, ну, кстати, обратите внимание, что положение «Домендной границы» нечувствительное, вернее, энергия материала нечувствительное положение «Домендной границы», то есть фактически она передвигается, ну, конечно, в идеальном образце, в смысле бесконечном образце, она может передвигаться без затрат энергии совершенно. Вот, это очень важный момент. Ну, и для приплодника это, ну, вообще, просто, ну, находка, да, вот, экзотика. И ясно, что вот только из-за этого к вопросу «Домендные границы» гигантски интересен. Ну, хорошо, а как использовать вот такие вот бесконечные, как бы, длинные, линейные границы? А все в том, что на этой границе тоже можно записывать информацию, на одной границе, вот я просто беру и одну границу, вот, взял, ну, собственно, вот этот же случай, ну, только я вам плоскостью его показываю. Вот, одна «Домендная граница». Значит, есть моменты смотрят, скажем, на вас, здесь от вас «Домендная граница». Ну, мы, первое, давайте договоримся, что вот для таких «Домендной границ» одномерных, ну, может быть, они могут отличаться характером поворота магнитного момента, ну, если это не «Домендная граница» с нулевой шириной. Здесь, видите, у вас поворот очень простой, он происходит на 180 градусов у вас, в дискретный поворот. Ну, кстати, обратите внимание, вот, смотрим на эту картину, что тут тоже два типа заложены, «Домендная граница» с нулевой шириной. Посмотрите, как перейти отсюда-сюда. Есть два варианта. Либо я поворачиваю плоскости доски на 180, да, либо я поворачиваю плоскости перпендикулярной доски на 180. Ну, а теперь возьмите и обобщите эту ситуацию с «Домендной границей» нулевой шириной на «Домендной границей» в конечной шириной. То есть вот у вас, здесь у вас, здесь от вас. Как повернуть и перейти через границу? Есть два варианта. Поворот в плоскости стенки, то есть вот поворот вот этой плоскости, плоскости стенки, значит, да, и поворот в плоскости перпендикулярной стенки. Мы получим два типа «Домендной границ». Соответственно, «Домендной границей» так называют водички, как называют Блоховские и Нейлисты, ну, по называемым ученым. Блох, Феликс, по-моему, Блох, и Луиней, Нобелевский вауриат. Вот Блох, по-моему, не Нобелевский вауриат, а Нейли, это Нобелевский вауриат. Я помню еще в 96-м году, это уже начало, сколько лет, 16, что ли, назад, я был в борту на конференции «Фелик Нейлик». И эту конференцию должен был открывать как раз Луиней. Луиней вообще француз, который считается отцом вообще всего антиферромагнитизма. Ему Нобелевскую премию дали вон за открытие исследования антиферромагнитизма как раз. Это вот дочка Нейли, там, Нейлистское состояние и так далее. Это вообще отец антиферромагнитизма. Я вообще думал, что я увижу Нейли, не то чтобы я мечтал, но интересно все-таки. Но, к сожалению, не довелось. Открывалась конференция, и нам показали только выступление, наверное, на экране. Вот такой напутственное, значит, слова какие-то. Болел же, и я не знаю точно, когда он, в общем-то, скончался, точно не знаю. Но сейчас уже, конечно, его нет. Хотя иногда, знаете, так вот, думая, то, что человека этого нет уже должно давно быть. Ну, какой-то, кажется, такой, просто, ну, я не знаю, там, с прошлого века какой-то, позапрошлого века. А он, кажется, живой. У меня такая ситуация была. Есть еще один, это, я бы сказал, видыющийся магнитчик тоже, Гуденав. Вот его есть. Джей Би, Джон Гуденав. Вот. Я его видел вот так, живьем, в 73-м, и тут 40 лет назад. 40 лет назад, 40 лет назад. Ну, представьте, я как-то не был, а мне казалось, что этот, значит, Джон Гуденав, ну, такой же старик уже. Вот. Этот Джон Гуденав до сих пор работает, в общем, активно еще работает, еще в его курсе не постоял и так далее. Между прочим, одна из наиболее светлых голов, ну, во-первых, магнитизма, причем интересно, что это экспериментатор, вообще, наверное, так. Но он настолько вооружен вот таким вот, я бы сказал, естественно-научным представлением о механизмах формирования магнитного состояния. О, ну, кроме того, простые там теории всяких, что он прекрасно знает. Вот. И, как правило, у него работы, без теоретиков, практически всегда без теоретиков, он сам все объясняет. Вот для меня лично, это эксперт номер один, пожалуй, магнитизм, но я не думаю, магнитизм приближенному теоретику. Потому что не всегда экспериментаторы, не всегда владеют вот такими представлениями о гидромневроскопике формирования магнитного состояния, как Гуденав. А в результате иногда их экспериментальные данные, ну, начинаешь немножко сомневаться. потому что они не сопровождены таким вот взглядом каким-то правильным. А вот такая ситуация. Какая фамилия Гуденав пишется? Гуденав? Ну, Гуденав. Ну, достаточно хороший, понимаете? Гуденав. Так и так, да, Гуденав. Ну, на самом деле, по-английски Гуденав – это просто хороший. Ну, это я бы так сказал, что вот, нет, ну, бывают лучше еще, да? Ну, то есть, когда ты говоришь, Гуденав – это хорошее, ну, лучше бывает. Тоже хорошее, но довольно все бывает. Вот, ну, вот, лучшего Гуденава я и не видел. Ну, что ж так. Поэтому его просто может было Гуденав означать. Вот, Андрея – это, вот, Андрея – вот здесь, по-моему, Оксан Дегир, по-французски, Ло и Ней. Итак, два типа домальных – стенок, стенка Блока, Блоковская стенка, и Нейлирская стенка, Нейлирская стенка, Нейлир. Вот. Повторяю, они отличаются тем, что вот этот переход на 180 градусов ревизуется, ну, для широких обычных стенок, да, то есть, когда от бесконечности, там, и бесконечности, они отличаются от 180 градусов ориентации, да. Но вот этот поворот на 180 градусов реализуется либо в плоскости стенки, либо в плоскости интерпенегулярной стенки. А по геогонали-то не может? Вообще, по-французски. На самом деле, ну, вот, видите, как вы, может, упредили меня, ну, вы догадывались, что, на самом деле, любой выход из вот этой ориентации – это фактически борьба с анистропией, потому что это направление формируется анистропия, но выгодно для анистропии. И как бы мы ушли в сторону, да. Ну, сразу вопрос возникает. Вот ориентация. Можно уйти так, можно уйти так. Но если там раз анистропия, да, в этом направлении, и в этом направлении, значит, вы выберите то направление, которое выгодно будет анистропии в плоскости уже не одного анистропии. Потому что когда вы только отклонили, у вас появилась проекция на плоскость. И тогда начинает плоскостная анистропия. Ну, понятно, оно будет и самые разные. И поэтому эти два типа анистропии – это некие такие простые школьные варианты. А реальная структура может быть еще сложной. Ну, не совсем я бы хотел сказать. Дело в том, что вот на таких добавленных стенках вы можете создавать точки, особые точки. Такие квантовые точки вам придется. То есть квантовые точки. Ну, очень просто. Вот, смотрите, скажем, чем могут отличаться эти квантовые точки. Как их создать можно? Ну, очень просто. Вот представьте себе, что вы имеете эту ориентацию, да, но одну ориентацию перевести в другую вы можете двумя способами. Даже в одной космоске вращает. Прима «О!» Прима «бродущий с ногой стрелки». Да? Так вот представьте себе, что у вас при переходе через эту точку, называется Блоховская точка, Блоховская точка, у вас меняется направление вращения момента. Направление вращения момента. В результате у вас будет создаваться некая такая, ну, это, кстати, не в одной точке произведет, конечно, да, у вас будет некий переход, переходная область. Но, тем не менее, это будет очень маленькая переходная область. Обычно наноразмера. Ну, представьте себе, у вас возникает область наноразмера, причем, что интересно, эту точку-то можно двигать вдоль границы без отрата энергии. То есть вы можете создавать снова некие структуры для записи и обработки информации. Вот представьте себе, у вас та же теперь плоско-параллельная структура, и вы создаете на каждой линии вот эти вот точки. Вы можете теперь всякие делать, структуры с ней собирать, да? Более того, вот эту вот плоско-параллельную структуру вы можете сделать не такую, а можете вот так, например, создавать. Делается очень просто. Как вот, например, вам можно исказить плоскую такую структуру? Ну, очень просто. Ваши магнитные моменты вести. Вы берете виточек такой стопольный. Вот. Размеры, ну, маленькие только. Ну, сколько можете маленькие делаете, да? Вот. Катушечку. Она формирует магнитный момент, и вы можете перемагничивать с помощью такой катушки маленькие участки. А может и большие, но еще от этого зависит. То есть, как правило, здесь вот на практике формируются такие пластины. Это тоже, между прочим, технологически не так просто. Тут японцы могут делать там. Вот. Пластины. Дальше вот создаются с помощью ритографии. Наводится разного рода здесь структуры. Ну, то есть какие-то там коридоры, значит, там, пересечения метров и так далее. То есть так же, как вот в телевизоре там плата такая. Да. То есть вот вы некий такой делаете с помощью ритографии создаете структуру. Причем можете долг и пропускать там, управлять этими структурами. Управлять движением вот этих вот особых точек ботовских и так далее. То есть это вот прямой путь к записи информации и вработке информации. Это все реально делается на самом деле. Вот. И, естественно, здесь работают экспериментаторы и теоретики. Интересный, конечно, очень вопрос. Вот. Более того, для теоретики есть еще одна сторона вот этой проблемы, связанной с доменами и доменами с какими. Дело в том, что домен на стенках это на самом-то деле топологический дефект. Топологический дефект. Вот. И это пример топологического дефекта. Ну, а это означает, что этот объект попадает вообще, говоря, в большой раздел. Теоретически-физики просто. Там, где мы рассматриваем топологические объекты типа там всяких кинков и грей там и так далее. Ну, кстати, вот эту вот ботовскую точку вы можете кинком называть, да? Кинком. Вот. Ну и, наконец, я, чтобы этот вопрос закончил где-то минута буквально. Остановлюсь на так называемых цилиндрических доменах или BABL. Цилиндрические домены. Ну, в русской лидературе раньше обычно всегда вот эти сокращения используют ЦМГ. Ну, а в лидературе их называют всегда BABL. BABL. Ну, кузырь. Кузырь, по слову. Что это такое? Ну, действительно, писайте себе, что область домена, она замкнутая будет. Мы действительно рассматриваем эффективы. Не замкнутая какая-то конфигурация. А представьте себе некую замкнутую область, цилиндрическую на этой пластине, так? Где у вас везде моменты смотрят на вас, а внутри этой пластины от вас. BABL. Вот простой BABL. У него тоже доменная стенка, в общем, тоже может быть разная доменная стенка. То есть они и Лоховские, и Нагильевские. Вот. Выглядит этот BABL. Ну, смотрите, как он выглядит. Я вот сейчас примерно нарисую структуру. Вот у вас область центра. Значит, в центре, скажем, в момент смотрят вот так, да? Потом я возьму на одну плоскость проекцию просто сделаю. Да? Потом уменьшается. Вот здесь ноль, скажем. Да? Вот так. А потом начинаю в другую сторону идти вот так. Ну и, наконец, выходим на бесконечности. Ну и здесь, в общем, так же. Раз. Потом здесь ноль переворачиваем. Идем дальше. И на бесконечности выходим на насыщение. Вот. Как выглядит прессивность этой структуры домен. Поэтому, на самом-то деле, здесь, видите, можно сказать о некой ширине доменной стенки. Вот. Ну, я здесь, видите, практически не оставил такого однородного участка в этом домене. Ну, понятно, что это зависит от радиуса домена. Вот. Вот примерно как все это происходит здесь. Ну, понятно, что поворот, опять же, может быть прямо вот в этой плоскости или в предпринимательной плоскости именно в этой граните. Баблы. Ну, ими точно так же можно управлять. Размеры баблов. Ну, вот ферритах размеры так. К сожалению, порядка микронного и субмикронного. Вот. Подвешенности очень высокие. Подвешенности очень высокие. Ведь с подвешенностями связаны, ну, в вопросе, скажем, если речь идет о каких-то там используемых компьютерах и так далее. Частоты. Частоты. Частоты управления, по-разному. Частоты связаны с динамикой этой магнитной структуры. Они очень высокие, возможно. Ну, действительно, подвижность высокая. Причем, потому что, если у вас нет дефектов по стене, ну, на самом деле, затрат энергетических нет на движение. Но, с другой стороны, любой дефект, вот. Сразу же не проставлю. Любой дефект, этот дональт ящик сразу пах и сядет на этом дефекте. И вся ваша логика сдохнет. Вот. Хаймали эти нюансы. Вот эти структуры, он сделает так. Они собирают, то есть, структуру, чипы. Да? Ну, то есть, уже устройство. Нормально. Который пойдет с компьютера. То проверяют. Не работают. Выбрасываются. Ну, а мы же, японцы. Нам приходится вот эти пластины делать идеальными. Сидеть, контролировать это и так далее. Это дорогое удовольствие. И технологии нужны японской у нас, к сожалению, нет. Вот. Поэтому действовать так японцем мы не можем. Вот. А вы знаете, вообще, как японцы. У японцев у нас это не получается. В целом, японцы так делают везде. То есть, проще, кстати, обратить внимание, как на нас сказывается. Вы сейчас покупаете. Вот. Ну, вот Бог, да. Покупаете. А завтра можете его выбросить. Он у вас. Да. Они спокойно идут до того, чтобы вам пришли в магазин и заменили. Сроки там, гарантии большие делают и так далее. А почему? А потому что им нехало там у себя возиться и понимать качество продукции. Они, я считаю, так. Ну, не поэтому выбросили. Вот. А они вам тут же его назовут. А писать себе, как они там считают. Сколько там надо образовать. Что такие там целые отделы, которые вы следили за качеством. А вместо этого они все-таки перебрасывают на наши магазины. А во всем на сегодня. До свидания. Чё, в преферанс играть? Не, у нас ещё пепер. Что у вас в преферанс? Пепер. Пепер? Да. А у вас ушло, да? Да. Вы его сможете задержать на несколько минут, чтобы мы подошли и нам надо поговорить? У нас завтра пара, он хочет с Бострем поменяться. Точнее, Бострем хочет с ним поменяться. Вот. Нам надо его найти и догадиться. Ну, не знаю. Ну, я думаю, он всё равно с вами.